сегодня у нас интересные темы и так слово что означает слово адам кто помнит а земляной земной да и так слово адам происходит от еврейское слово адама то есть земля откуда был взят адам из земли имеет ли он связь землей имеет на на материальном уровне он имеет связь землей из праха ты взят господь вдохнул в него дыхание жизни аминь создал господь бог человека из праха земного то есть земли и вдохнул в лицо его дыхание жизни и так звучит вопрос был ли в истории земли такой период когда человек не ходил по земле был ли в истории земли такой период когда человек не ходил по земле когда он пошел когда он не ходил по земле хорошо были есть ли такие отложения мы с вами помните проходили да такие сложения в которых бы не было присутствия человек да да есть есть такие до первый слой у нас архейский да помните мы когда суша всплыла и первый слой который был поверх поверх скальных пород это архейские это произошло на третий день и так человек был сотворен на шестой день да значит это означает что только пять дней его не было земле а в остальное время его присутствие должно быть везде и это должны подтвердить раскопки или опровергнуть раскопки вы со мной аминь и так если если креационизм или библия говорит что присутствие человека и значит должно быть или его деятельности должно быть во всех слоях кроме архейских отложений и а эволюционисты говорят что присутствие человека может быть только в верхних слоях самых верхних слоях кайнозойской какой-то там эры и так и люди начали копать вы знаете в отношении вот этих вот в отношении этого вопроса были произведены колоссальные раскопки просто класса и сейчас люди не перестают копать ответ знаете какой везде во всех слоях обнаружили присутствие человека даже в некоторых слоях которые оцениваются где-то там а значит 800 миллионов до до нашего времени да там вазу нашли такую хорошую значит блестящих и так далее находят везде присутствие человека и этим самым а мы помните говорили да что не это нельзя проверить не это нельзя проверить да на библейское откровение о сотворении нельзя проверить эволюции нельзя пройти но предпосылки значит библия библия говорит везде должно быть присутствие человека а эти говорят что только где-то верхние слоя и происходят исследования и открывается так что везде во всех слоях есть присутствие человек просто невероятно сколько вот этих вот находок замалчивается заметается значит научным миром под ковер и все ищут значит присутствие то есть наличие вот этих переходных форм между обезьяны и между человеком что-то только там друг другу не представляли сколько костей только не вырыли ничего не получается доказательств нет если вам скажут есть доказательства я вам говорю сегодня ноль доказательства не всегда при всегда присутствие человека и это утверждает писание и так человек был создан на шестой день и жизнь человека и земли были непрерывно связаны самого начала аминь есть такое слово антропогенез кто знает его антропогенез я скажу об антропогенезе совсем немного что мы не заморачивались на а и так антропогенез это развиваемая официальной наукой учения об эволюционном происхождении человека от обезьяны развиваемая официальной наукой учения об эволюционном происхождении человека от обезьяны вот это вот у нас антропогенез Развиваемое официальной наукой учение об эволюционном происхождении человека и от обезьяны. Больше об этом я ничего говорить не буду. Все остальное – это бред сивой кобылы. Мы не будем этому времени уделять, потому что там просто невероятно. С чем не встречаются поборники антропогенеза, всегда у них проблема возникает, и они не могут их решить. Все заметается под ковер. Короче, идем дальше. Аминь. Давайте мы запишем еще одну тему у нас. Фундаментальное единство живых существ. Ой, как интересно. Фундаментальное единство живых существ. Это означает, что все живое на земле, значит, и мы будем говорить о белке, будем говорить о, из того, что живые организмы состоят из белка, все живое на земле от человека до бактерии несет в себе универсальную информацию. Итак, есть информация. За каждым организмом есть информация. Значит, и она называется единый генетический код. Единый генетический код. Когда мы видим организм, то мы с вами должны понимать, что за структурой этого организма стоит информация. То есть, организм был создан строго в соответствии с определенной информацией для данного организма. Аминь. И мы сегодня это посмотрим. Итак, генетический код, или иначе, значит, можно сказать на библейский язык, это слова жизни. Слова жизни. Вот это вот информация, слова жизни. Есть четыре азотистых основания. Четыре азотистых основания, которые мы с вами запишем. Итак, их четыре. И первый из них – аденин. Аденин. Второй – гуанин. Гуанин. Третий – тимин. И четвертый – цитозин. Итак, аденин, гуанин, тимин и цитозин. Или это четыре буквы. А, Г, Т и Ц. А, Г, Т и Ц. Итак, вот они – азотистые основания. Мы не будем вдаваться в подробности, что же такое азотистное основание. Мы идем дальше. Итак, они, в свою очередь, между собой образуют связи. Они образуют связи и вытягиваются в цепочке. Итак, между этими азотистными основаниями значит, есть связующие элементы. И это все вытягивается в цепочке. Или по-другому. Это двойная спираль ДНК. Двойная спираль ДНК. Все слышали слово ДНК? Итак, значит, я не буду говорить, что это такое, но из чего оно состоит. Итак, давайте. Вот эти азотистые основания находятся в определенном порядке, соединяются между собою, выстраиваются вот в эту вот двойную спираль ДНК. И, значит, это означает, что информация записывается в этой двойной спирали ДНК. Нужна обязательная информация. Без информации не будет ни одного живого организма. Итак, хранитель информации или там, где содержится информация, это двойная спираль ДНК. Кто-нибудь видел ее? Она вот такая вот, да? Почему спираль? Да потому что она настолько огромная, что ее нужно... Что? Чтобы она места меньше занимала, ее нужно скрутить. И, значит, ее размеры и количество, если в бай так взять... Ну ладно, все, идем дальше. Это просто невероятное. Нет на земле более совершенного хранителя информации, нежели ДНК. Всякий полупроводник или вот эти наши изобретения человечества, которые могут хранить информацию, рядом не стоит по качеству и по количеству, значит, сохраняемой информации. Аминь. Итак, это у нас двойная спираль ДНК. В этой спирали информация записывается с помощью слов. И эти слова называются кодоны. Кодоны. Значит, слова кодоны. И предложений. Итак, в этой ДНК записывается информация с помощью кодонов и также с помощью предложений. А предложения – это гены. Понятно, да? Каждые предложения состоят из слов. И эти слова – кодоны. Они, значит, записываются. А само предложение, которое несет в себе смысл – это ген. Аминь. Ген – это информация. Информация, значит, еще раз повторю. Слова кодоны – предложения гены. И в генах содержится информация о том или ином белке. О том или ином белке. Что такое белок? Кто знает? Мы только знаем, что в продуктах есть белок, да? Значит, где у нас есть белок? В яйцах, да? В мясе белок есть. Итак, давайте мы с вами посмотрим научным взглядом. Белок, значит, на любой организм состоит из белков. То есть, они соединяются определенным образом в определенные структуры и образуются части организма. Давайте мы дальше пойдем. Итак, у всех живых организмов встречаются сходные гены и сходные белки. Я повторяю, у всех живых организмов встречаются сходные гены и сходные белки. Знаете почему? Потому что все творение взаимосвязано. То есть, апостол Павел говорит, 1 Коринфянам 15 глава, что иная плоть у рыбы, иная плоть у птицы, иная плоть у скота, иная плоть у человека. Аминь. Это означает, что они сконструированы или как бы сотканы. Ой, хорошее слово вот это. Сотканы. Господь соткал меня во чреве матери. Помните 138-й псалом? Мы еще посмотрим на него. Итак, везде присутствуют похожие гены, которые определяют тот или иной орган. Например, чтобы у нас сформировалась печень в организме, для этого нужны определенные гены, которые содержат информацию. И эту информацию нужно достать из гена. И на основании этой информации нужно сконструировать из белков именно такую часть организма. Вы со мной? Я не думаю, что это сложно. Я пытаюсь, я не знаю, я хочу, чтобы вы поняли. Итак, дальше идем. Информация, которая вот в этой двойной спирали. Аркадий, не смотри так на меня. Информация, которая заложена в двойную спираль ДНК. И она там состоит из чего? Из слов и из предложений. Понятно, да? А ее нужно оттуда вынуть, чтобы прочитать. Знаете, zip-файлы? Да? Да, архивы, все правильно. Zip я не правильно называю, да? А, я самое по-зарубежному называю. Итак, это архивные файлы. И их не прочитаешь. Если что, нужно их не распакуешь. Итак, нужна информация, которая находится в этом архивном файле. Что? Достать ее оттуда? Иначе никак. Итак, информация в этих двух спиралях ДНК, она находится внутри. И, представляете, нужен механизм, который извлечет эту информацию об определенных белках из ДНК и превратит ее в язык белка. Давайте дальше. Дальше идем. Итак, информация из ДНК извлекается с помощью РНК. Пишите, потом будете разбираться. Итак, информация из ДНК извлекается с помощью РНК. Рибонуклеиновая кислота. Ну ладно. Итак, с помощью РНК. Что же такое РНК? РНК, она считывает информацию с ДНК. Считывает информацию с ДНК. И на основании этой информации строится белок. Определенного рода белок. Итак, она считывает информацию с ДНК. И, значит, по этой информации строится белок. Аминь. Чтобы построить белок, нужно несколько аминокислот. И они должны стоять в определенном порядке. Иначе не будет работать. И вот этот порядок и закладывает вот эта информация. Аминь. Итак, после того, как из ДНК достала РНК информацию, то эта информация передается в фабрику, где производятся белки. И эта фабрика называется рибосома. Рибосома. Ой, мне... Рибосома – это фабрика по производству белка. Я сейчас еще поясню. Ничего-ничего, ребята. Я с пятого раза, даже с восьмого раза въехал, значит, вот в эту. И я хочу вам объяснить сложные вещи простым языком. Итак, еще раз. Информация, которая закодирована в ДНК, должна быть извлечена. И ее извлекает РНК. Затем вот эта информация, которая извлечена, на основании ее в рибосомах, то есть в фабрике, где собирается белок, изготовляется определенный белок. Аминь. А потом, когда изготовлен этот белок, то тогда есть другой механизм. То есть другой, да, другой механизм, который берет этот белок и отвозит его в определенное место, и где должен этот белок встать. Понятно, да? И это тоже находится в этой информации. Давайте дальше. Перевод информации из языка ДНК на язык белка называется трансляцией. Итак, вот это вынуть из ДНК и перевести на язык белка – это трансляция. Хорошо. Итак, мы знаем, что такое кадоны, мы знаем, что такое гены. И давайте запишем еще одно слово. Надеюсь, оно последнее сложное для нас сегодня слово. Это слово «геном». Слово «геном» означает совокупность всей информации организма. Это геном. Или, иначе говоря, это энциклопедия нашего организма и любого другого организма. Она вся находится в геноме. Она вся находится в геноме. И в этом геноме закодированы все белки данного организма. То есть за материальным стоит что? Информация. Кто вложил эту информацию? А? Бог вложил эту информацию. И на основании этой информации, с помощью определенных вот этих вот структур, мы с вами видим, что строятся все организмы здесь, на этой земле, из белка, от бактерии и до человека. И поэтому у нас с животными могут быть похожие гены. Аминь. Аминь. Значит, почему? Потому что наши организмы тоже плоти кровь. У барашка что? Тоже плоти кровь. У рыбы тоже плоти кровь. Аминь. Значит, и поэтому человек, значит, человек имеет общность. То есть на генном уровне имеет общность со всем животным миром. Аминь. И только у нас информация заложена о нашем теле. А, кстати, запишите. Псалом 138. У тебя записаны в книге. У тебя записаны в книге твоей. Давайте прочитаем Библии немного. Хорошо? Может быть, даже немного. Итак, вот Псалом 138. Давид говорит этот Псалом. Пишет Псалом, вдохновленный Духом Святым. И смотрите, что он говорит. Вы после того, что мы сейчас сказали, смотрите, что он говорит. «Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня». Где? В очреве матери. Что происходило в очреве матери? Происходило Господь. Да, Господь вот этой из-за вложенной информации ДНК, вот эти процессы. И человек что? Становится больше и больше и больше растет. Белки образуются. Их относят на свое определенное место. Они встают на свое место. И все это приобретает очертания. Белки от почки стоят на своем месте. Аминь. Белки от мозга стоят на своем месте. Белки от костей стоят на своем месте. Все на своих местах. И человек получается, и что? И человек получается, он выходит, и он уже сформирован. И, значит, продолжает дальше расти. Из-за чего он растет? Из-за вот этого вот непрестанного производства белков. Мы с вами питаемся пищей, которая содержит белки. Правильно, да? И из этой пищи также формируется определенная энергия. И также белки. И продолжается строиться наш организм. Аминь. Кстати, наш организм обновляется клетки, которые состоят из белков. Аминь. Клетки. А у нас их, я сейчас вам скажу. У нас их с вами. Нет, я не скажу. Потом я скажу. Нет, сейчас скажу. Организм человека состоит из пяти, помноженное на десять в четырнадцатой степени клеток. Итак, пять умножить на десять в четырнадцатой степени клепа. Я не знаю, это что-то там, ну, короче, это много нулей. И, представляете, в течение семи лет у человека происходит полностью обновление всех клеток организма. Вы представляете, да? Это настолько о Духе Святом сказано в одном из псалмов, что ты обновляешь все лицо земли. Это процесс идет. Во всех живых существах идет процесс обновления клеток. Аминь. Если бы не грех вошел в жизнь человека, а с ним вошла смерть, то это обновление продолжалось бы что? Постоянно. И человек был всегда молодым. Аминь. Но из-за того, что грех ужалил человека, и смерть вошла, то произошел сбой. И Господь говорит, ты смертью и умрешь. И что стало с организмом этим? Адам прожил девятьсот тридцать лет. Вы представляете? Девятьсот тридцать лет. Кому тридцать лет сейчас? Дэн, тебе еще девятьсот лет жить. Ты понимаешь? Итак, Адам прожил девятьсот тридцать лет. И что произошло с его телом? Что произошло? И умер он. Умер. Все. Капут. Он умер от старости. Тогда ковида не было еще. Да, кстати, хороший вопрос. От чего он умер, да? От чего он умер? Вот этот сработал. Сработал вот этот сбой, который был принесен грехом. И по слову Божьему. А, кстати, знаете что? Ни один не перешагнул за тысячелетний рубеж. Знаете почему? Ой, это другая тема. Все, мы уйдем сейчас туда и не вернемся. Итак, соответственно, клеток мы количество назвали. Соответственно, вот в этих клетках общая длина молекул ДНК равна 10 в 11 степени километров. 10 в 11 степени километров. Представляете, да? Сколько клеток и в каждой клетке находится вот эта спираль ДНК. И 10 в 11 степени километров означает, что это в тысячу раз превышает расстояние от Земли до Солнца. Представляете, какой длины наша ДНК в нашем организме тысячу раз больше, чем от Земли до Солнца. И там закодирована вся наша информация. И в соответствии с этой информацией, наше физическое тело было построено и оно функционирует. Знаете, что означает? Ой, мы не дочитали 138. Итак. Ибо ты устроил внутренности мои, соткал меня во чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Дальше. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные. А здесь еще другой перевод гласит. В твоей книге записана вся информация в отношении меня. Знаете, что произойдет во время воскресения из мертвых наших физических тел? Они будут воскрешены в строгом соответствии с информацией нашей, персональной информацией ДНК. И не будет уже иметь в себе смерти. Аминь. Мы будем те же, как мы. Я имею в виду, это будет наше тело. Аминь. Это будет информация о нашем теле. Но там уже ни в одной клетке не будет вот этого порочного гена. Понятно, да? Который приносит смерть во все живое. Круто? Это будем мы однозначно. Вы представляете? Те, кто умер, и чьи тела лежат в земле, и, может быть, уже исчезли, если они верующие, что произойдет? Во мгновение ока при последней трубе мертвые воскреснут. Это означает, что они в строгом соответствии воскреснут на основании генома, который сформировал в утробе матери их организм. Давайте поаплодируем Господу. Аллилуйя! Вы представляете, как можно на это все смотреть? Вот это вот сложнейшие организмы генной инженерии сказать. Ну, это само собой как-то вот бабах, только здесь кто-то бабахнул. И это вот так все чик и сложилось все, и все функционирует. И больше нам об этом вопросов не задавайте. Представляете, да? Почему? Потому что всякий человек, который столкнулся вот с этим процессом формирования белка и организма из информации ДНК, у него, он просто, Христос у него вот так стоит. Аминь? Вот так стоит. Камень стоит, преткновение. Аминь? Перед всяким ученым, который занимается этой проблемой, Христос так стоит. Нужно что сделать? Склониться и сказать, аминь, Господи! И, ну, знаете, что происходит во многих случаях, что происходит? А, нет, это самое. Туда идет, опять копается, копается, опять Христос стал. А, нет, нет, это самое. Опять идет, копается, копается, залезает куда-то, опять Христос стал. Представляете? И так может человек ходить всю жизнь. Притыкаться от камень преткновения. И что? И затем из-за своей гордости, надменности и глупости оказаться в озере Огненном. Мы с вами не гении здесь, да? Я и не все. И Господь нам открывает такие вещи, которые сокрыты от людей высочайшего уровня интеллекта. Иисус в 11 главе Евангелия от Матфея говорит «Славлю тебя, Господи Божие, небо и земли!» Что ты, что? Сокрыл это от умных и разумных. И что? Открыл нам, младенцам, которые просто рот открыли для принятия слова истины. И возрастают, и возрастают, и возрастают. Аллилуйя! И восхищаются творением Божьим на уровне вот этого материального мира. Это, вы знаете, жизнь... Ну, все, все, идем дальше. Итак, запишите. Белок – основа жизни. Белок – основа жизни. Белок – основа жизни. Давайте еще укажем определенные цифры. Итак, геном человека. Геном человека. Если взять его за 100%. Все помнят, что такое геном? Это полная информация. Да, это энциклопедия о моем организме. Из него, знаете, сколько? Только 2,5% из вот этого генома, то есть всей информации, только 2,5% участвуют вот в этом вот строении организма. Вы представляете, да? Из всех 100% только 2,5% участвуют. И вопрос такой, а что же делают остальные 97,5%? Знаете, какой ответ? Нет ответа на это. Нет. Вот только вот эта вот, не знаю, маленькая группка, значит, генов участвует вот в этом строительстве организма вот этих белков. Остальные чем заняты? Остальные заняты, как бы ученые не старались проникнуть в тайну вот этих 97%, что же они делают? Они не могут этого сделать? Нет информации. И то же самое, кстати, в отношении нашего мозга. Если, значит, у нас мы сегодня успеем, мы будем проходить наш мозг. Это вообще невероятная вещь. То, что у нас находится здесь внутри, это просто, это чудо просто. Итак, идем дальше. И скоро будет перерыв, не переживайте. Итак, давайте мы скажем несколько слов об иммунитете человека. Что же формирует иммунитет человека? И некоторые из нас здесь, им очень интересно. Вернее, нам всем интересно, да? Что же формирует иммунитет? А что такое иммунитет? Вы знаете? Знаете, защитная, все правильно, защитная реакция организма на внутренние вызовы и на внешние вызовы. Итак, иммунитет. Есть три уровня, то есть три линии обороны у организма. Три линии обороны. Не одна, а три линии. Первая, и она, значит, и она, значит, определяет иммунитет человека. Первая, первая линия обороны, самая мощная. И она находится в кишечнике человека. Это бактерии, которые находятся в кишечнике человека. Их два с половиной килограмма у взрослого человека. Пишите, пишите. Это проверенная информация. Итак, бактерии находятся в кишечнике человека, и их в районе два с половиной килограмма у взрослого человека. Для чего же нужны эти бактерии в кишечнике человека? Правильно, да? Мы-то-то думаем, съел, пообедал, потом, ну ладно, это самое. Там все что-то происходит, да? Итак, человек, вот это как бы у нас взаимосвязь. Человек обеспечивает бактериям комфортную среду в кишечнике, а бактерии, в свою очередь, в этой комфортной среде переваривают пищу, поступающую извне. Да, это процесс переваривания пищи, это действие бактерий. И снабжает организм полезными, незаменимыми веществами. Итак, первая линия обороны и этот иммунитет, который формируется в человеке, это вот эта вот среда. Среда, значит, внутри кишечника, и она иначе называется, а, знаете такую болезнь, дисбактериоз? Знаете, да? И теперь вы знаете, что это такое. Это нарушение вот этой вот среды, кишечной среды, где, значит, бактерии находятся, нарушение функционирования вот этой вот среды. Следующая, вторая линия обороны, вторая линия обороны, это иммунные клетки слизистой оболочки кишечника. Итак, иммунные клетки слизистой оболочки кишечника, слизистой кишечника. Это вторая линия обороны, которая формирует у нас иммунитет. И только третья линия обороны, о которой мы с вами привыкли, это наша кровь и внутренние органы, наша кровь и внутренние органы, это третья линия обороны. Что происходит, когда человек получил ранение, порезался? Что происходит? Кровь выходит, правильно? Для чего она выходит? Все правильно, чтобы вынести всю инфекцию. Потом дальше что происходит, когда кровь прочистила рана? Что происходит? Происходит свертывание, правильно, да? Это означает, рана запечатывается от чего? От инфекции, которая находится вне. Аминь. И мы с вами даже не замечаем, что когда рана у человека, то сразу невероятное количество вирусов и бактерий стараются проникнуть в человека, но там стоят лейкоциты, эритроциты и тромбоциты, и они, в свою очередь, отбивают атаки, кровь выходит, прочищается рана, и что? И происходит свертываемость. Вы знаете, есть такая болезнь несвертываемость крови. Если человек там где-то раз порезался, кровь идет, идет, идет. Очень важно, чтобы кровь свертывалась, а когда она свертывается, получается, мы называем ее болячкой. А потом под этой болячкой формируется что? Сращивается кожа, то есть соединяется кожа или шрам. Если кожу не соединить, да, если ее не шить, шрам будет, но все равно эта кожа на этом месте, и потом болячка, бац, отлетела, и раны нет. Аминь. Кто это? Это вот эти вот. Но до них есть вот эти вот первая, вторая линии обороны. Это наша иммунная система. И там она закладывается. И от того, какая среда в нашем кисточнике и слизистой, зависит наш иммунитет. А кости, в свою очередь, о которых Библия говорит очень много. Все кости мои, сказали, велик Господь. Аминь. Или это самое, Господи, кость праведника не сокрушится. Или туг костей, да? Как это, как там уже туг костей? Или они же не, это самое, не обрастают жиром, правильно, да? Нет. Когда тучные кости, то тогда кости являются фабрикой по изготовлению кровяных вот этих вот телец, которые, в свою очередь, участвуют в третьей линии обороны и гасят там всех этих лазутчиков, которые хотят проникнуть в наш организм. Аминь. А, ну, я думаю, что, я думаю, что мы перерыв должны сегодня. Благословит вас Господь перерыв, да.